МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулехина. Добрый вечер, Елена Вадимовна. Добрый вечер. Давайте вначале поговорим в целом о работе центра, чем он занимается, какие услуги оказывает нашим гражданам, ну и о том, какие, может быть, изменения произошли в работе центра за минувший год. С удовольствием расскажу о наших услугах. Ну, хочу сказать, что служба занятости создана в 1991 году. 27 лет мы работаем и занимаемся в первую и основную очередь это помощью в трудоустройстве граждан. Мы оказываем содействие как людям, ищущим работу, так и работодателям, которые подбирают себе работников. Это основная наша задача. Помимо этого, мы оказываем следующие услуги. Это переобучение, повышение квалификации, обучение граждан, профориентация для граждан, ищущих работу и безработных, психологическая поддержка, социальная адаптация людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оставшихся без работы. Помимо этого, мы информируем граждан о ситуации на рынке труда. Они узнают от нас о новых вакансиях, работодатели узнают, о тех людях, которые претендуют на эти вакансии. То есть это называется информированием о ситуации на рынке труда. Помимо этого, мы оказываем людям услуги по самозанятости. То есть готовим людей заняться собственным бизнесом. Таких людей у нас довольно много, и желающих открыть собственное дело тоже много. Помимо этого, мы организуем так называемые временные рабочие места. Что это значит? Это значит, что гражданин, активно ищущий работу, но тот, кто не может в настоящий момент найти постоянную работу, может найти временную работу с нашей помощью. Два-три месяца поработать на так называемых общественных оплачиваемых работах. То есть мы договариваемся с работодателем, человека берут временно на работу, платят ему зарплату, а Центр занятости доплачивает материальную поддержку таким безработным гражданам. Кроме общественных работ, мы проводим и другие виды временного трудоустройства. Как правило, это временное трудоустройство необходимо людям, слабо защищенным на рынке труда. Тем, кому сложнее, чем обычным гражданам, если условно так говорить, найти работу. Это инвалиды, дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Это выпускники, многодетные семьи, военнослужащие, которые уволены из рядов нашей российской армии, и члены их семей. Это граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы. Ну и некоторые другие категории, слабо защищенные категории граждан. Они вот так вот называются. Также мы помогаем нашим подросткам найти работу. Они в период свободный от учебы, то есть после школы, или во время каникул могут найти тоже временную работу. Центр занятости совместно с муниципальными учреждениями и другими предприятиями, желающими взять на работу подростков, создают рабочие места, а Центр занятости доплачиваем ребятам тоже материальную поддержку. То есть вот основные виды услуг, которые мы оказываем. Начиная с 2017 года, государство у нас обратило внимание на проблемы с трудоустройством инвалидов. Поэтому Центру занятости вменены дополнительные функции по помощи этой категории граждан. В рамках этих полномочий мы стараемся сопровождать инвалидов практически каждого человека. То есть мы ищем специальные рабочие места для инвалидов. Мониторим закон, который принят в Московской области о квотировании рабочих мест. И этот закон прямо говорит о том, что предприятие обязано создавать рабочие места для инвалидов. Этот мониторинг мы тоже проводим. Помимо этого мы трудоустраиваем инвалидов и сопровождаем их при необходимости к месту трудоустройства. Договариваемся с работодателем. Смотрим рабочие места. Смотрим условия работы. Потому что для некоторых инвалидов требуются специальные рабочие места. Оборудованные специально для них. То есть всем этим мы занимаемся. С 2019 года мы будем трудоустраивать и сопровождать к месту трудоустройства и договариваться с работодателями буквально каждого инвалида. Если сейчас мы по необходимости, если человеку нужна наша помощь, мы ее оказываем. В следующем году мы будем оказывать ее без исключения всем инвалидам. Потому что сейчас в приоритете помощь слабо защищенным категориям граждан, с которыми мы вместе и работаем. Елена Владимировна, а есть какая-то статистика по динамике обращения граждан в центр занятости населения? Ну, скажем, по сравнению с прошлым годом и предыдущими годами. Все-таки время тяжелое у нас, наверное, многие остались без работы. Больше обращаются или меньше? Ну, если глобально смотреть на эту проблему, то самые сложные времена были, конечно, в 90-е годы. 96-й, 97-й год. Очень много людей было без работы и было сложно ее найти. В последнее время ситуация, конечно, стабилизировалась. Небольшие сложности были, как вы сами знаете, в 2013-2014 год. Сейчас ситуация на рынке труда и Московской области в целом по России стабильная. Ну, к примеру, в прошлом году к нам обратилось порядка 2300 человек. Сразу оговорюсь, что, как правило, четвертая часть из этих обратившихся – это люди, потерявшие работу по оргштатным мероприятиям, так называемым мероприятиям. По сокращению. По сокращению или ликвидации организации. Вот в прошлом году у нас из 2300 человек 582 – это были люди, высвобожденные с работы. А в этом году к нам обратилось чуть меньше. Я сейчас озвучиваю цифры за 9 месяцев. Сейчас они немножко изменились. Но у нас просто статистические такие данные. Сейчас обратилось где-то 2300 человек, но на период, который я озвучиваю, порядка 2000 людей, из них 343 были сокращены. То есть динамика немножко улучшается. Ну, а так как мы еще с вами, наверное, в будущем поговорим про следующий год, тут я даже не могу прогнозов пока давать. Это будет видно уже в следующем году, потому как, сами знаете, у нас меняются законы, меняется ситуация на рынке труда. И мы будем работать в соответствии с этой ситуацией. Есть ли какие-то данные, вот какие категории граждан чаще всего обращаются к вам? Ну, вот вы перечислили, да, и в том числе потерявшие работу по оргштатным мероприятиям. И мы, не знаю, просто ищущие лучшую долю, да, но и вынужденные, кто вернулся из мест заключения, да, и кто досрочно, кого досрочно уволили из рядов армии. Вот кто чаще всего бывает? Или молодежь, может быть, наоборот, который только-только закончил учебу? Да, здесь вот есть такая градация. В основном, чаще всего обращаются люди после 45 лет, по разным причинам увольняют их с работы, совершенно по разным причинам и не в зависимости от возраста. Ну, так получается, вот по нашей статистике так получается. И молодежь. Молодежь в основном приходит без опыта работы. Но с образованием с каким-то. И даже в основном без образования. Потому что я хочу отдать должное учебным заведениям и высшего звена, и среднего звена. Начального у нас теперь нет. Учебные заведения очень активно занимаются трудоустройством своих будущих выпускников. У них созданы специальные подразделения, которые занимаются трудоустройством после окончания учебных заведений. Поэтому вот молодежи с образованием достаточно мало. Ну, есть ребята, которые закончили школу, не определились и вот не знают, куда деться. Или получили образование, которое совершенно не востребовано на рынке труда. И им даже в учебном заведении не смогли помочь. Ну, с этим тоже сейчас ведутся работы, чтобы не было таких ребят. Ну, те, у кого невостребованные профессии. Вот бывают очень такая престижная вроде бы профессия, ландшафтный дизайнер. И красивая по названию. А ребята с трудом находят работу, потому что они считают, что они ландшафтные дизайнеры. И им надо хорошую зарплату сразу. Престижное место. А пойти куда-то попрактиковаться, как правило, не хотят. Ну, конечно, мы проводим с такими ребятами профориенционные мероприятия. Немножко опускаем их на землю, если уж прямо так говорить. Предлагаем найти временные рабочие места, чтобы показать свою квалификацию. Ну, и снизить свои запросы по зарплате. Вот тогда находим общий язык. То есть вот это и называется комплексная работа по профориентации. А в основном у нас в профориентацию попадают именно молодые люди. И этим процессом, конечно, занимаются и учебные заведения, и специальные центры. И мы в том числе. Если к нам обращаются люди, мы им вот в этом содействуем. Ну, давайте перейдем теперь к нововведениям, которые ожидают нас в сфере занятости в будущем году. Насколько я знаю, достаточно кардинально все меняется. И закон о занятости, и какие-то еще моменты. Если можно, более подробно. Да, недавно принят 350-й закон федеральный, который внес изменения в закон о занятости. Хочу сказать, что закон о занятости написан настолько качественно в 1991 году, что менялся в незначительной степени. Что-то добавлялось, но кардинальных изменений не было. Сейчас, пожалуй, вот такой момент наступил в связи с изменением в пенсионной реформе. Поменялся и закон о занятости. Основное и кардинальное, наверное, изменение – это то, что в законе о занятости и в пенсионном законе появилась категория граждан предпенсионного возраста, которые по закону о занятости, они и были у нас, и они претендовали на досрочную пенсию. Но такой категорией считались люди за два года до ухода на пенсию. Ну, соответственно, у мужчин 58, у женщин 53. Да, у женщин 53. Или, если они уходят на льготную пенсию, то за два года до выхода на льготную пенсию. Теперь гражданами предпенсионного возраста будут считаться люди за пять лет до выхода на пенсию. Но так как мы знаем, что сейчас пенсионная реформа и будет у нас так называемый переходный период в течение пяти лет, и пенсионный возраст будет повышаться постепенно, вот эта категория будет тоже постепенно повышать у него возраст, но все равно за пять лет до выхода на пенсию, будь то в 61 год, 62-63 мужчины, до того возраста, когда ему будет положено, он будет считаться гражданином предпенсионного возраста. И это уже с нового года начнется? С нового года, с 1 января 2019 года. И вот для таких граждан в законе о занятости внесены кардинальные изменения. То есть граждане, которые уволятся с предприятия или будут уволены с предприятия и будут иметь предпенсионный возраст, который мы, конечно, рассчитаем, когда они к нам придут, потому что он будет плавающим для разных категорий граждан, будут получать у нас пособия в размере минимальной зарплаты по России. На сегодня это 11 260 рублей. Я хочу напомнить, ну или сказать тем, кто не знает телезрителям, о том, что сейчас и 8 лет подряд максимальное пособие по безработице составляло 4900 рублей. Ну а минимальное? А минимальное, соответственно, 850 рублей в месяц. Это получали все граждане, которые приходили к нам, и в зависимости от их времени увольнения получали либо минимальное пособие, либо максимальное. И вот для граждан предпенсионного возраста существенно повышен этот предел, и их пособие будет составлять 11 260 рублей в месяц. Помимо этого, эти граждане будут получать самый длительный срок пособия, если мы не сможем его трудоустроить, при условии, что человек активно занимается поиском работы. Если гражданин предпенсионного возраста, это не значит, что он вообще уже выкинул с рынка труда. Мы будем, конечно, активно помогать людям найти работу. Но если это не произойдет по какой-то причине, какая-то сложная профессия или ситуация какая-то, то гражданин будет получать пособие в течение года. Мало того, если у женщин выработан стаж 20 лет, а у мужчин 25 соответственно, то они претендуют на увеличение срока выплаты пособия за каждый год стажа, превышающий то, что я озвучила, 2 недели плюс к выплате пособия. То есть эти граждане, я считаю, защищены нормально от такой ситуации, в которую они могут попасть. Не дай бог, конечно. Все остальные граждане, которые будут не предпенсионного возраста, но безработные, будут получать пособие минимальное, это полторы тысячи рублей, максимальное 8 тысяч. Но в законе о занятости меняются сроки выплаты пособия. Если минимальное пособие у нас гражданин мог получать до полугода, но не нашел он, предположим, работу, то на полгода мы приостанавливаем выплату пособия и платим еще полгода ему, когда получается сложная ситуация с поиском работы. Ну, бывают такие единицы. Минимальные, это вот те, которые 800 рублей были? 850 рублей. Сейчас вот полгода, еще полгода, в среднем год. То в новом законе прописано, что человек, который длительно не работал, ну и там категории, если надо, я озвучу, кто попадает под категорию, который получает минимальный размер пособия, в размере будут получать полторы тысячи, так они эти деньги будут получать только 3 месяца. Если человек не нашел работу, мы его ни в коем случае не снимем с учета, будем продолжать с ним активно работать, если у него будет желание работать, искать работу, но пособия он не будет получать. И если он снимется с учета, предположим, ну, не платят мне деньги, что я тут буду стоять на учете, он сможет обратиться к нам только через год за повторной выплатой пособия. Если гражданин будет получать пособие 8 тысяч рублей, а это те, кто недавно потерял работу и имеют стаж за последний год работы не менее полугода, это вот те граждане, которые имеют право претендовать на максимальное пособие, они будут его получать полгода. Раньше в законе был год. То есть пособие увеличивается, срок его выплаты уменьшается. Но это, наверное, с одной стороны правильно, это будет стимулировать людей к более активному поиску работы. А уж как жизнь покажет, мы там посмотрим. Ирина Владимировна, вот такая интересная информация. Буквально сегодня на сайте Министерства труда и соцзащиты Федерального министерства Российской Федерации опубликованная информация, как раз о чем вы сейчас говорите, о повышении минимального пособия по безработице. И вот в частности предрекают, что увеличится очень сильно наплыв граждан, которые придут в центры занятости по всей стране и будут регистрироваться. Потому что, естественно, пособие могут платить только тем, кто зарегистрирован и активно ищет работу. Но, с другой стороны, вот такая, я не знаю, занимательная арифметика, если ее можно так назвать, да, вот по абсолютным цифрам. Было пособие минимальное 800 рублей, максимальное 4 900. Стало полторы тысячи и восемь тысяч. То есть стало, ну, как скажем, меньше, чем в два раза. Немножко меньше, чем в два раза увеличилось. А сроки сократились ровно в два раза. То есть в итоге получится, что денег-то будут платить меньше государства всем этим людям. К сожалению, вы правы. Потому что, может быть, к сожалению, вы правы. Государство будет поощрять людей, активно ищущих работу. Скорее всего, будут настаивать на активизации нашей работы. Но, признаюсь честно, мы активно работаем с людьми, активно предлагаем вакансии. К слову сказать, вот на сегодняшний день у нас, например, 446 безработных и 1120 вакансий. Я не скажу, что всем безработным гражданам подойдут те вакансии, которые сейчас есть в базе данных. Но, однако же, большинство людей вполне спокойно могут найти работу. И по разным причинам. И лукаве стоят на учете, и работая без оформления стоят на учете. И я думаю, что государство и в будущем займется вот такой прослойкой тех граждан, которые не очень законно могут получать пособие. И мы не можем отследить их работу без договоров, предположим. Но, в целом, вся эта политика сейчас направлена на активный поиск работы. И на активную работу предприятий, которые создают новые рабочие места. А они создают рабочие места. И заполнять надо эти вакансии. Мы будем этим и заниматься. Надеюсь, отвечая на ваш вопрос, что в следующем году все-таки будет у нас тоже стабильная ситуация. Потому что мы будем людям разъяснять вот то, что вы сейчас озвучили. Это не манна небесная. Пособие платится для того, чтобы человек мог иметь деньги на проезд к работодателю. Для того, чтобы пройти собеседование. Мы проводим активные ярмарки вакансий. Будем проводить для того, чтобы будущие работники смогли встретиться и поговорить напрямую с работодателем. То есть, опять-таки, работа будет продолжаться активно. И надеюсь, что у нас получится. И не будет всплеска на рынке труда. Вы упомянули еще и о контрольных, так скажем, контролирующих функциях вашего учреждения. В частности, следить за тем, кто, скажем, недобросовестно пытается получить пособие по безработице. То есть, человек у вас зарегистрировался, пособие получает, но при этом где-то подрабатывает, ну понятно, неофициально. Вот часто встречаются такие случаи, да, и как удается их отследить? Мы стараемся работать с полицией в этом плане, с управлением по экономическим преступлениям. И не пугая граждан, хочу сказать, что когда эффективно мы работаем, то получаются моменты некрасивые. Когда человек стоит на учете в центре занятий и одновременно получает пособие. Это уголовная наказуемая статья. Поэтому не советую никому так делать. Но, однако же, есть недобросовестные люди, которые работают, но стараемся отслеживать. Во-первых, следим за тем, как они приходят на перерегистрацию безработных. Потому что человек работающих, он не может уйти в любое время. А мы назначаем то время, которое назначает инспектор, а не человек сам себе придумает. То есть у нас в наших функциях то отследить. Да и потом у нас есть база налоговой инспекции, есть взаимосвязь с пенсионным фондом. Мы сдаем отчеты по безработным гражданам. Пенсионный накладывает их на свои отчеты. То есть таким образом выявляются люди, которые работают, но, правда, официально. Те, кто работают неофициально, то таких людей, ну, к сожалению, конечно, есть такие. Наверняка есть. Хотя, если мы узнаем о них, мы сообщаем в компетентные органы. Спасибо, Елена Вадимовна. У нас есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем, и тогда вы ответите на вопрос. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Россия. Хочу вас... Если можно, чуть погромче. Я хотела бы задать вопрос, Елена Вадимовна. Нет, я сейчас нахожусь в месте, и у меня скоро заканчивается. Я работала в Москве. Ну, работаю в Москве, и хочу в следующем году, в феврале месяце, ну, это уволится, и хочу найти работу в Щелково, чтобы с ребенком быть ближе и так далее. Скажите, пожалуйста, я хочу ставить на учет, чтобы получить работу, и какие-то пособия я буду получать, когда будут мне искать работу, и какие... Алло. Да-да, алло. Вот какие... Сколько, да, будет, сколько это будет? Ага, сколько это будет. Через выражение. Да, спасибо. Елена Вадимовна, вы готовы? Да. Ответить. Да, спасибо за вопрос. Значит, после декретного отпуска вы уволитесь, насколько я поняла, и хотите обратиться в службу занятости, вы имеете право это сделать. Хочу напомнить о документах, которые вы должны принести. Это паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, и обязательно возьмите со своего места работы, где вы работали в последнее время до декрета, справку о среднем заработке. Если на предприятии нет такой справки, ее можно скачать на нашем сайте, щелковскийцентрзанятости.рф, по-русски написать, там есть бланк справки. Это четыре основных документа, которые вы должны принести к нам. И пособие мы вам назначим полторы тысячи рублей, как длительно неработающему гражданину, потому что вы три года не работали. Но, однако, работу будем подбирать вам по той справке, которую вы принесете. Там будет указан ваш заработок. Если он будет составлять больше сумму, чем прожиточный минимум Московской области, то мы будем искать, исходя из прожиточного минимума, но не все вакансии предлагать, а вот только те, которые подойдут вам для поиска вашей будущей работы. Так что приходите в феврале, если вы в феврале, вроде бы в феврале, да, три года исполняется. Мы вам поможем найти работу. Спасибо, Елена Вадимовна. Еще один звонок у нас перед небольшим перерывом. Давайте ответим на следующий вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я хотела бы уточнить, вот у меня сын работает в автосервисе, на хозяина, скажем так, да, но мечтает стать индивидуальным предпринимателем. Вот после увольнения он как бы может обратиться в центр занятости? Помогут ли ему чем-нибудь или нет? Спасибо, Ирина. Да, он может обратиться в службу занятости. Мы оказываем такую услугу, содействие самозанятости безработных граждан. Но для этого ему сначала надо уволиться с прежнего места работы, затем обратиться к нам с теми документами, которые я озвучила. И мы его направим по его желанию к психологу, для того, чтобы он прошел тестирование, определился, сможет ли он это сделать, а мы подскажем или отговорим, или уговорим заняться собственным делом. Потому что не каждый человек может себя организовать и стать индивидуальным предпринимателем или руководителем общества с ограниченной ответственностью. Можно любое собственное дело открыть с нашей помощью. И самое главное, что мы поможем ему составить бизнес-план для того, чтобы начать собственное дело. Поможем ему зарегистрироваться в налоговой инспекции и выплатим субсидию на открытие собственного дела. К сожалению, я сейчас не могу сказать точно сумму. В 2018 году субсидия составляет 12 максимальных размеров пособия. А это 58 800 рублей. Если у нас с Нового года меняется максимальный размер пособия, скорее всего, повысится и субсидия до 96 000. Но сейчас я сказать наверняка это не могу. Мы ждем разъяснение от Минтруда по этому вопросу. Но, по крайней мере, субсидия будет. Единственное, что хочу сказать, что человек должен осознанно подходить к этому делу, готовиться к нему. И в этом мы тоже ему можем помочь, обучить ему основам предпринимательской деятельности за счет средств службы занятости. Но деньги, которые он получит, он не имеет права истратить на свои личные нужды. За эту субсидию он должен полностью отчитаться в течение трех месяцев с момента открытия собственного дела. Закупить оборудование, закупить расходные материалы, взять в аренду помещение. Да не важно, что. Главное, чтобы он истратил эти деньги на дело. Через три месяца он должен перед нами отчитаться чеками за покупку оборудования или получение каких-то услуг. И тогда он будет спокойно заниматься своим делом. И, собственно, мы ему будем желать в этом удачи. Ну, к слову, хочу сказать, что в этом году у нас 19 человек открыли собственное дело и занимаются. При этом все они были безработные и стояли у вас на учете, естественно. Да, только безработные получают вот эту субсидию. Просто человек пришел с улицы и сказал, я хочу открыть собственное дело. Нет. Первая наша функция – это помочь с трудоустройством. Если у нас не получится, а человек пожелает и пройдет успешно тестирование, тогда мы займемся подготовкой документов для создания его индивидуального предприятия. Ну и последний вопрос перед тем, как мы прервемся. Вот в продолжение темы, да, вот максимальные субсидии, вы сказали, 58 тысяч. Вот он взял все эти деньги. Ну а ему меньше понадобилось, он, скажем, 45 тысяч потратил и все необходимое оборудование закупил. А вот 13 тысяч куда он в день должен вернуть? Вы знаете, Сергей, такого у нас не было. Потому что 58-800 – это не такая большая сумма, чтобы открыть собственное дело. Вот по опыту хочу сказать, аренда даже небольшого помещения – это 3 месяца, это 60 тысяч. Поэтому у нас не было отказов в этих деньгах и все деньги тратились. Когда гражданин составляет бизнес-план, и если такое случится, вдруг мы ему, конечно, подскажем, куда он еще может истратить субсидию, зачем деньги-то терять. Они всегда пригодятся. Спасибо, Елена Владимировна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулейхина. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулейхина. Еще раз добрый вечер, Елена Вадимовна. Добрый вечер. Напоминаю, телефоны прямого эфира 496-567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы, связанные с вашим возможным будущим трудоустройством. Ну или еще какие вопросы могут возникнуть. Мы продолжаем наш разговор. Елена Вадимовна, вот в первой половине программы. Говоря о том, чем занимается центр занятости населения, вы упомянули о том, что регулярно проводятся ярмарки, вакансии предприятий. Так, насколько я знаю, не только нашего района, но и соседних районов. Вот если можно более подробно, что это за ярмарки, каким спросом они пользуются у граждан, ну и каковы успехи в итоге. Ярмарка вакансии, исходя из названия этого мероприятия, помогает людям быстрее найти работу. Для участия в ярмарке вакансии мы приглашаем работодателей, руководителей или кадровиков наших ведущих предприятий, или всех предприятий, которые желают участвовать в ярмарке вакансии. И наших безработных, и ищущих работу граждан. Обязательно у нас проходят рекламные акции, объявления и в газетах, и на сайтах о том, что Щелковский центр занятости проводит ярмарку вакансии. Для того, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Это делается для того, чтобы человек напрямую смог поговорить с работодателем. Когда мы работаем в повседневном режиме, то мы предлагаем людям вакансию, ему приходится ехать или идти на предприятие, искать там людей, с которыми надо поговорить. А на ярмарке вакансии все наоборот. Люди приходят, а работодатели их ждут. Очень востребованное мероприятие. Каждый год мы проводим пять основных ярмарок, и проводим так называемые мини-ярмарки по желанию работодателей. Если работодатель сочтет нужным, что ему нужно набрать коллектив, новое предприятие или предприятие, расширяющее производство, мы с удовольствием идем навстречу, приглашаем людей, ищущих работу, навстречу с руководителем или кадровым сотрудником предприятия. Помимо того, что мы проводим в Щелковском районе и приглашаем предприятия не только Щелковского района, но и Москвы, и соседних с нашим районом, приглашаем коллег из центров занятости. Как правило, охватываем Мытищи, Королев, Рязина, Балашиху, Пушкина. То есть те соседние районы, где наши щелковские жители могут найти работу. Поближе к дому, как говорится. Помимо этого, мы выезжаем и на ярмарки вакансий наших коллег в соседние регионы. Тоже предлагаем людям найти работу в Щелковском районе. То есть, повторяю, эта работа очень востребованная. И, как правило, по статистике, после проведения ярмарок, порядка 10% от обратившихся, находят себе работу после собеседования. Ну, а какие-то благодарности вам высказывают после этого? К сожалению... Или считают это само собой разумеющимся? Так как мы чиновники. К чиновникам сами знаете, какой подход. Конечно, мы слышим, мои сотрудники слышат благодарности непосредственно, когда находят работу. Благодарят инспекторов, благодарят и руководство в том, что помогли. Но, как правило, эта работа воспринимается как... Ну, это и есть наша работа. Поэтому мы просто рады, когда человек находит работу, снимается с учета, пишет спасибо большое, например, в электронной почте, присылая нам приказ о трудоустройстве. И считаю, ради этого мы и работаем, а не ради благодарности. Елена Вадимовна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 У меня вопрос связан с профориентацией подростков. Дело в том, что у меня сын учится в 11 классе, но он еще не определился с будущей профессией. Тут, собственно говоря, осталось времени уже совсем немножко, а он то экономистом вроде хочет стать, то сферу услуг его тянет. И, в общем-то, вопрос остается открыт до сих пор. Хотелось уточить, можете ли вы ему помочь, может быть, в плане того, что консультацию какую-то оказать или профориентационные мероприятия сделать, чтобы уже было понятно, что ему подойдет по его характеру. Спасибо. Я поняла вопрос. Да, мы занимаемся профориентационными мероприятиями, в том числе и для школьников. И это тоже востребованная услуга. Он может прийти в любое время, я озвучу, когда мы работаем, в центр занятости. У нас работает профессиональный психолог. Очень хорошие программы для тестирования разработаны специально для служб занятости Российской Федерации. Мы проведем комплекс тестов с ним и обязательно подскажем ему, в какую сферу деятельности ему лучше уйти. Идти в будущем либо учиться, либо работать. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь с вашим сыном. Мы с удовольствием вам поможем. И заодно сразу же озвучу, что центр занятости работает с понедельника по четверг. Ведет прием населения с 9 утра и до 5 вечера. В пятницу с 9 утра до 15.45. Пожалуйста, мы вас ждем. А записываться предварительно не надо? Нет, не надо. Просто прийти и сказать, я вот хочу пройти тест. Да. Ну вот раз уж речь зашла о молодежи, о трудоустройстве молодежи, давайте еще пониже и немножко понизим возрастную планку. Да, вот сейчас речь шла о выпускнике средней школы. Ну а вообще, что касается трудоустройства, так скажем, подростков в нашем районе, ну не знаю, на временную или даже постоянную работу. Вот как с этим обстоят дела, на какие профессии могут рассчитывать, так скажем, несовершеннолетние работники, ну и какие условия труда им предоставляются? Ну, отвечая на ваш первый вопрос, хочу сказать, что у нас традиционно хорошо обстоят дела с трудоустройством подростков. И в этом плане я хочу выразить большую благодарность нашей администрации, так как мы обслуживаем и помимо Щелковского района, Щелковский центр занятости обслуживает и жителей городского округа Лосино-Петровский, и Звездного городка. Тоже хочу сказать, что мы традиционно хорошо работаем со всеми тремя муниципальными образованиями в плане трудоустройства подростков. Конечно, в основном рабочие места создаются именно муниципальными учреждениями при администрациях наших городов. Это печально, потому что предприятия, организации неохотно идут на создание рабочих мест. Дело в том, что подростки несовершеннолетние граждане, для них нужны определенные условия труда. И обеспечивать это в основном работодатели не желают. Поэтому нас очень выручают наши администрации наших городов, создают рабочие места на базе муниципальных учреждений. В Щелково это муниципальное учреждение «Ровесник», в Лосино-Петровском это муниципальное учреждение «Движение», и в Звездном городке это «Галактика». Они в этом году начали первый год заниматься трудоустройством подростков на своей территории. До этого этим занимался «Ровесник». Все традиционно хорошо работают. У нас существует так называемый контрольный показатель, статистическая такая цифра, по тому количеству рабочих мест, которые мы, по идее, должны создать в районе. Так вот, в этом году эта цифра составила 712 человек. То есть 712 рабочих мест должно было быть создано для ребят, которые желают в возрасте от 14 до 18 лет. До 14 лет у нас запрещено законодательством работать детям, за исключением некоторых категорий. Так вот, у нас должно было быть создано 712 рабочих мест. Но так не было создано или было создано? Должно было быть создано. На самом деле мы смогли трудоустроить 758 ребят. То есть даже больше, чем по плану. Да, больше. То есть в администрациях нашли возможность создать дополнительные рабочие места, выделили дополнительные деньги на зарплату. А мы, естественно, ребятам доплачиваем материальную поддержку к зарплате. Она не очень большая, всего 1275 рублей составляет. Но основная... Это поддержка, а не зарплата. Это поддержка. Основное – это зарплата. Поэтому дети отработали, получили зарплату, получили материальную поддержку. Я считаю, это самый основной момент для того, чтобы занять ребят делом. Поэтому эту программу ни в коем случае нельзя нигде сворачивать, ни на государственном уровне, ни на муниципальном. И я надеюсь, что мы будем продолжать работать. Программа очень хорошая и очень востребована ребятами. Но вот на основании каких данных проводится? Вы сказали, должны были создать 712 рабочих мест. На основании чего выводится эта цифра? Это некий процент от количества ребят, проживающих в районе. Я не вспомню, какой точно процент. Небольшой. Поэтому и небольшое количество контрольный показатель у нас. Но это именно высчитывается Министерством социального развития Московской области. Минимальное количество рабочих мест, которые мы должны создать. Ну а на какие профессии могут рассчитывать, так скажем, от 14 до 16? До 18 лет. Как правило, для ребят создают рабочие места, либо рабочий, либо подсобный рабочий. Ну, те рабочие места, которые не требуют квалификации. Но не грузчик, наверное, все-таки, да? Ни в коем случае. Совершеннолетних нельзя. У них тоже. Они защищены трудовым законодательством. Кстати, с ребятами заключается официальный трудовой договор, а им заводятся трудовые книжки, выплачиваются все деньги в соответствии с трудовым законодательством. Здесь они полностью защищены. Но рабочие места создаются именно на такие профессии. Не скажу, что они престижные, но все равно ребята, трудоустраиваясь на них, могут... Вы сами видите, как ребята работают летом. Они и парки чистят от мусора, который остается от наших жителей. Они занимаются благоустройством территории, помогают в школах, в детских садах. То есть занимаются посильной для них работой в то время, которое им положено по трудовому кодексу, в зависимости от их возраста. И работают, и работают с удовольствием. Причем, если они работают в свободное от основной учебы время, то есть вне каникул, они работают половину рабочего дня, которое им положено. Там 5, 6 или 7 часов, так вот половину. А в каникулы они могут работать 2,5, 3 или 3,5 часа. А в каникулы они могут весь день работать. Но это уже по договоренности с теми учреждениями, которые их трудоустраивают. Они могут работать весь день и получать зарплату в зависимости от времени, которое они затрачивают на свою работу. Ну а так скажем, средняя зарплата, какую они могут получать? Есть какие-то данные? Я скажу про максимальные. У нас в этом году даже Министерство социального развития отметило дипломом Муниципальные учреждения Галактика, Звездный городок, которые создали всего 24 рабочих места, но зато ребята получали зарплату больше 10 тысяч рублей. И плюс ваша поддержка. И плюс наша поддержка. Поэтому, я думаю, дети остались довольны. И причем в планах Галактики, да и в планах других учреждений, конечно, выплачивать по возможности более высокую зарплату и создавать больше рабочих мест. Но это будет зависеть от тех денег, которые может выделить бюджет на эту программу. Ну и вот уже подходя к концу этой темы, темы трудоустройства подростков, вы еще упомянули, что все-таки до 14 лет тоже на каких-то определенных работах можно участвовать. Что это за профессии? Это артисты. Это дети, которые занимаются рекламой, артистической деятельностью. Для них есть в законодательстве и в трудовом кодексе исключение. Они могут работать в зависимости от того, когда ребенок востребован. У нас же в рекламе снимают у младенцев, и они тоже востребованы. Поэтому это именно такая категория граждан. То есть, подводя итог, трудоустройство самой юной молодежи, можно сказать, что все это исходит практически снизу. Инициатива, по крайней мере, от региональных властей. Как вы сказали, программа по области существует. Определенный процент подростков должен быть трудоустроен. На законодательном уровне, я имею в виду на государственном, такого еще пока нет. Но есть категории граждан, которые должны быть обязательно обеспечены работой. Я имею в виду квотирование рабочих мест на предприятиях. Что это за категории граждан и как выполняются их, так скажем, права на законодательном уровне? У нас с 2008 года принят и действует закон Московской области о квотировании рабочих мест. Под квотирование попадают такие категории граждан, как инвалиды. Это в первую очередь. То есть это отдельная категория граждан. И другие категории, слабозащищенные, о которых я уже говорила. Те, которые у нас и на временной работе. Для них тоже существует так называемая квота. Квота – это обязательное создание рабочих мест для определенных категорий граждан. Так вот, для инвалидов предприятие с численностью от 35 человек и до 100 обязано создать одно рабочее место. Или иметь в наличии работающего инвалида. Предприятие с численностью от 100 и выше обязаны 2% своих рабочих мест отдать инвалидам. То есть создать для них условия рабочие, для того, чтобы человек мог работать на этих рабочих местах. Предприятие вне зависимости от формы собственности. Вне зависимости от формы собственности. Все абсолютно предприятия должны выполнять этот закон. На службу занятости возложены функции мониторинга выполнения этого закона. А контрольные функции и функции надзорные возложены на Министерство социального развития и прокуратуру. Эти два ведомства отслеживают выполнение закона. А мы им предоставляем сведения о том, как выполняется этот закон. Предприятия, которые попадают под этот закон, обязаны ежемесячно отчитываться перед нами о трудоустройстве или создании рабочих мест для инвалидов. Вот в процентах, которые я озвучила. А создание рабочих мест для иных категорий граждан, я повторю, это выпускники, дети-сироты, освобожденные и так далее. Это один процент от численности. И вот такие граждане, такие отчеты они должны сдавать квартально. Всю эту информацию мы собираем, систематизируем и направляем вот в эти два ведомства. А они уже решают вопросы привлечения к административной ответственности руководителей предприятий, которые не выполняют этот закон. Ну, а у вас есть данные? Много таких руководителей предприятий. Или просто таких предприятий? Ситуация меняется. Сейчас она меняется, условно говоря, к лучшему. То есть таких предприятий осталось немного, которые либо не выполняют закон, либо по каким-то причинам, например, забыли перед нами отчитаться. Есть, к сожалению, такие нерадивые кадровики. Мы стараемся им напоминать, стараемся информировать работодателя. У нас выделен специалист, который занимается всей этой работой. Ну, есть предприятия, которые до сих пор не выполняют квоту, и они на особом контроле и у министерства, и у прокуратуры. Но в основном, вот в прошлом году, я хочу сказать, было порядка, наверное, 40 предприятий, которые просто не выполняли закон, не отчитывали. Сейчас осталось 2-3. Но я считаю, что большая работа проведена конкретно администрацией, которая нам помогает наладить эту работу, и лично Родионов Юрий Николаевич, который эту работу контролирует и мониторит. Спасибо, Елена Вадимовна. Мы с вами встречаемся буквально в преддверии Нового года. Если можно, очень-очень коротко. Что бы вы хотели пожелать жителям нашего района, ну и вашим подопечным из Лосино-Петровского, Звездного городка в наступающем году? Конечно, как руководитель Центра занястия, я хочу вам пожелать хорошей работы и хорошей зарплаты. Если что-то не получится, не отчаивайтесь. Потому что если вы потеряли работу, обязательно найдется новая работа. И может быть даже лучшая. И вы, наверное, я надеюсь, по крайней мере, я от всей души желаю, что вы не пожалеете о том, что одна работа ушла, а придет новая. Если у вас будут какие-то сложности, пожалуйста, обращайтесь. Мы вам всегда поможем. С Новым годом! Спасибо. Вас также с наступающим Новым годом. Спасибо, Елена Вадимовна, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулихина. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok